Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами слепим... Да что за... А ну успокойтесь там! Сегодня мы слепим сиреноголового! Итак, погнали! Для него я сделал вот такой вот каркасик с алюминиевой проволокой. Давайте обмотаем его фольгой и приступим облепривать пластилином. Ребята, хочу сразу сказать, сиреноголовый не является никаким SCP. Запомните, он официально заявлен своим создателем Тревором Кендерсоном, как придуманное существо. И к SCP его просто причислили уже его фанаты. Официально он не является SCP. Сиреноголовый представляет собой 10-12 метровое гуманоидное существо. Он очень высокий, большой. У него иссохшая темно-коричневая кожа, конечности непропорционально длинные, а руки вообще свисают почти до самой земли. Заканчиваются они большими когтистыми пальцами. Вместо головы у него две больших сирены, которые располагаются на столбе. Отсюда и пошло название Сиреноголовый. Проволоку загинаем, чтобы персонаж был устойчивый. Сиреноголовый издает очень-очень громкие звуки, а также он может имитировать голоса людей и животных. Помимо этого, существо может мимикрировать под деревья и фонарные столбы, что практически всегда дает ему право первого удара. А удар у него, уж поверьте, очень колоссальный. Данное существо крайне агрессивно и опасно для людей. Оно ведет хищнический образ жизни, обитая в сельской местности, отдаленных городках и лесах, заманивая заплутавших жителей, путников и детей. Иногда он охотится также на диких животных, издавая волчий вой. Есть свидетельства того, что Сиреноголовый якобы появился задолго до зарождения человеческой цивилизации. По всей Северной Америке находят наскальные живописи, на которых изображено нечто очень похожее на Сиреноголового. Скорее всего, это рисунки просто хорошая имитация древней наскальной живописи, сделанная целью розыгрыша и поддержания интереса к данному существу. Теперь давайте сделаем ступни с пальцами. В сети довольно много информации о встречах с Сиреноголовым. Но, что самое интересное, мало кто смог пережить эту встречу с ним, и из-за этого о нем очень мало известно. Нападение существо сопровождает трансляцией звукозаписи у голосов убитых им жертв или же сигналами воздушной тревоги. Ребята, кому интересно, у меня на канале есть история встречи с Сиреноголовым, которую я сочинил и озвучил. Можете послушать. Пальцы слегка прижимаем зубочисткой и надеваем на руку. Все, теперь расслаживаем и делаем второе. Отлично. Вот, уже что-то более похожее. Теперь сделаем головы. Точнее, сирены. Для этого вырезаем лишний пластилин и делаем челюсти с зубами и вытянутым языком. Таким же образом делаем и вторую сирену. Сирена – это единственная часть тела, которая состоит из металла. В сети огромное количество изображений с различными видами сирен. Встречаются также и три сирены и четыре на голове у этого персонажа. Есть как и зеленые, так и белые. Каких только не понапридумывали. Теперь одеваем на шею проволоку и присобачиваем головы. И вторую. Ух и жуть получилась, аж страшно в руках держать. Итак, у нас с вами получился вот такой вот замечательный сиреноголовый. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok